Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хотела бы с вами обсудить типы разрешений на работу. Хочу всё-таки подытожить. Я знаю, что многие из вас и так знают, какие бывают разрешения на работу, но в этом видео я хочу просто отдельно рассказать, что такое святшение, что такое зазволение тип А и зазволение тип С. Если вы ещё не знаете, либо же путаетесь в этих понятиях, то я вас приглашаю к этому ролику и, надеюсь, оно вам поможет в будущем для трудоустройства на территории Польши. Итак, давайте начнём! Первое, что мы сегодня обсудим, это самый популярный и самый быстрый документ, который иностранец может получить на территории Польши для легальной работы здесь. Это освятшение 05А. То есть, открывается на основании такого освятшения виза на 180 дней. То есть, иностранцы из шести стран имеют право работать легально на территории Польши не более 180 дней в течение 365. Что это значит? Что санкции со странами Украина, Россия, Беларусь, Армения, Грузия, а также Молдова имеют право получить данный вид документа и на основании него открыть либо же визу себе полугодовую, либо же приехать по биометрии, если в вашей стране такое есть. Если же ваша страна не вошла в этот список шести стран, тогда, к сожалению, вы такой документ не можете получить. Вы сможете получить только с дозволения тип А, либо же с дозволения тип С. Об этих документах мы поговорим с вами немного позже. Что нужно знать вообще о освятшении? Освятшение может открыть только и исключительно ваш работодатель. Никакой иностранец это сделать сам не может. На освятшение можно подать как электронно через габрацерков ПЛ, либо же в бумажном варианте, придя в ужин к праце. Стоимость такого документа для работодателя 30 злотых. Освятшение открывается на 180 дней из 365. Общая сумма дней работы на освятшении не должно превышать 180 дней. То есть у одного работодателя вы можете проработать 2 месяца, у другого месяц и у третьего, например, 3 месяца. Количество работодателей может быть. Также вы имеете право работать у 2-3 работодателей одновременно, имея освятшение на 180 дней, не превышая эти дни. То есть если у вас от одного работодателя, у основного работодателя открытое освятшение на 180 дней, и, например, оно открыто у вас с января месяца по июнь месяц, сейчас, например, уже май, то у другого работодателя вы сможете открыть этот документ с мая по июнь месяц, то есть ваш документ, ваши освещения не смогут вам сделать более, чем открыто основное освещение. Обязанность работодателя уведомить ужин о начале работы, либо же когда вы закончите работу, либо вообще, если вы не приедете на этом освещении работать к этому работодателю в течение 7 дней. И да, работодатель обязан вам его закрыть либо аннулировать этот документ, потому что если вы не приступаете либо не приезжаете к работе в течение 7 дней, то работодатель либо же может изменить срок термина начала работы вашего, если вы ему уведомите, либо же вообще его закрыть, и вам это будет плюсом, потому что, во-первых, у вас не будут считаться дней из 180, а также вам будет плюсом для трудоустройства в будущем у нового работодателя. Как я вам и сказала, что освещение делается отдельно у каждого работодателя, то есть вы не имеете права на одном освещении работать у нескольких работодателей, но и сроки выполнения освещения от 7 дней до 30 дней в зависимости от воеводства. Часто бывает так, что появляются в нашей жизни недобросовестные работодатели, которые не закрывают освещение, не аннулируют его. Что же в таком случае делать? Потому что часто бывает так, что освещение у вас открыто на 180 дней, получили вы визу позже, и в итоге приехали только на 2 месяца поработали, и всё. А сам процесс освещения у вас ещё как бы есть в запасе 4 месяца. Но работодатель не сообщил в ужин о начало, а также о завершении вашей работы, и в системе видно, что вы как будто бы отработали 180 дней. Можно ли вообще самостоятельно показать дни легальной работы на основании освещения? На самом деле можно, потому что вы можете записаться на приём в ужин праце, в каждом ужине праце сейчас есть отдел по делам иностранцев, прийти туда с документами, подтверждающими, что вы работали легально, например, с одного периода по другой период, и показать достоверные даты работы вашей. Ужин имеет право на вашу просьбу отреагировать и открыть, а также закрыть освещение на тот период, именно в котором вы были. Либо же написать заявление с просьбой в тот ужин, где было открыто ваше освещение. То есть, если вы, например, сейчас находитесь в Гданске, разрешение на работу было открыто в Варшаве, но у вас нет возможности поехать туда в ужин праце, то вы заказным письмом отправляете просьбу о закрытии, либо же о аннулировании освещения с номером освещения, с датами, по какое число было оно открыто, и с указанием причины, почему вы просите об этом сделать ужин, а также прикрепляете к этому достоверные документы. То есть, например, вы не открыли визу, либо вас, например, в эти дни вообще здесь не было, то есть копию паспорта предоставить. То есть, что-то, что объяснует вашу причину аннулирования либо же закрытия этого освещения. На самом деле, знать на основании чего вы находитесь на территории Польши, это очень важно. Помните, что один оригинал освещения должен быть всегда у вас на руках. То есть, вы не можете работать без документов. У вас должен быть на руках освещение, договор. И вы также имеете право в течение вашей работы попросить заглушение ЗУЗУА, то есть, страховку от своего работодателя. Следующим видом документов, когда вы отработаете 180 дней, либо же ваша страна не входит в список 6 стран, вам нужно открывать зазволение тип А. Точнее, ваш работодатель должен это сделать. Зазволение тип А, либо же еще многие говорят воевудское разрешение на работу. Не путайте с воевудским приглашением. Воевудское приглашение и разрешение это совсем разные вещи. Воевудское приглашение это когда вас приглашают в гости. А воевудское разрешение на работу, это именно документ, который вам позволит легально работать на территории Польши. Такой документ открывается от 1 года до 3 лет. Он также имеет право быть открыт на 3 года, но вы каждый год имеете право открывать себе визу, потому что на основании воевудского зазволения виза открывается максимально на 365 дней. Стоимость такого зазволения для работодателя 100 злотых. Сроки оформления данного документа от 1 месяца до 7 месяцев, в зависимости от воевудства. Разрешение на работу тип А выдается в трех экземплярах. Один экземпляр остается у работодателя, второй выдается вам на руки и третий хранится в ужинде воевудском. Такой документ оформлять можно только в ужинде воевудском, не в ужинде праце. Если вы меняете работодателя, либо же должность у данного работодателя, у которого открыто воевудское разрешение тип А, то работодатель вам должен выдать новое, то есть должен подать внесык на получение нового документа. То есть на таком документе вы не имеете права работать у всех работодателей. Данный документ прикрепляется только к одному работодателю. Если же в зазволении тип А, указана вакансия одна, а тип договора, например, был умово-озлицение, а потом стало умово-образие, то менять такой документ не нужно, так как ваши условия улучшились в лучшую сторону. Единственное, что если меняется должность, тогда, к сожалению, работодатель должен подать заново внесок на новую вакансию вашу. Очень важно для того, чтобы работодатель оформил вам зазволение тип А, то он должен получить с ужин до образца опинистерост. Я вам также рассказывала, что это такое. Ну и самое главное, что на зазволении тип А вы получаете визу Д-06 на 365 дней. В зазволении тип А нету коридоров, как в освещении, то есть в освещении должен быть коридор полгода. А что касается зазволения тип А, то здесь не обязательно иметь коридор. Вы можете работать на зазволении тип А, потом работодатель вам может сделать освещение, пока ждет, например, новое зазволение для вас, и так менять по очереди такие документы. Это упрощает намного жизнь иностранцу, то есть нету коридоров. Если иностранец не хочет подавать на карту временного побота, а, например, после пяти лет легальной работы на зазволение тип А, либо на освещении, имеет право потом податься на карту резидента Евросоюза, о которой я вам также ранее рассказывала. Ну и последний вид документа, такой тип разрешения на работу, это зазволение тип С. Многие из вас об этом документе даже не слышали и не знают. И каждый, наверное, думает, что зазволение тип С открывается только для того, чтобы собирать огурцы и клубнику на полях. Но это не так. Многие из работодателей имеют такой ПКД, то есть вид деятельности, где они имеют право открыть вам зазволение тип С. На основании зазволения тип С вы открываете сезонную визу на 9 месяцев в календарном году. То есть вы можете открыть на 9 месяцев, например, с января по сентябрь, 3 месяца поехать домой и потом с января получить опять зазволение тип С. Минусом такого документа вы не имеете права подавать на карту временного побота, если вы работаете на сезонных работах. Что такое сезонное разрешение на работу и вообще кто может вам его открыть, такой вид документа? Не каждый, к сожалению, работодатель попадает в такую бранжу, в такую отрасль, которая является сезонным. Под понятием сезонных работ это является сфера туризма, если вы работаете над морем, то есть круизные, отельные, ресторанные бизнесы, если вы работаете в сфере строительства и ремонтных работ, отдельные виды работы лесозаготовки, а также если вы, например, работаете в лагерях, либо же в общественном питании. То есть, если ваша работа заключается в такой сфере, тогда работодатель может открыть зазволение тип С. Зазволение тип С открывается до 9 месяцев, как я вам сказала, в календарном году. Сроки ожидания – 21 день. Стоимость такого разрешения для работодателя – 30 злотых. И такой вид документа работодатель имеет право подать в ужин праздник. При этом работодатель должен иметь опиние с торостом. Также помните, что работодатель вам дает сначала впис в сезонную работу, и на основании него вы можете открыть визу. После того, когда вы возвращаетесь на территорию Польши, работодатель должен сообщить о том, что вы начали работать в течение 7 дней, и после этого вы только получите оригинал зазволения тип С. Вот и все документы, которые нужно вам знать для того, чтобы работать. Кстати, на зазволение тип С может работать каждый иностранец, вне зависимости, в какой стране он живет. Поэтому мне будет интересно почитать, кто на каком основании работает. Напишите в комментариях, какое у вас видо разрешения на работу. Вот и все разрешения на работу, о которых вам нужно знать. Спасибо, что сегодня были вместе со мной. А с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok